Главный посыл, что так как и в Библии это сразу указано было, что первый человек Адам – это было высшее творение Божие. У высшего Адама не было никого на земле. То есть его славе, его величие, его близкому отношению к Богу, а завидовал враг рода человеческого отсюда из зависти и ненависти к человеку. А о нем было сказано, что он был человек-убийцей от начала. Естественно, последовали действия со стороны врага. А в том, что они изображены именно конкретно в этом, то на основе книги пророка Эзекииля там сказано, как раз Адаме, «Ты печать совершенства, полонта мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Драгоценные камни – это таланты души. То есть внутреннее состояние Адама, он был одарен и наделен всеми этими способностями, возможностями. Превосходил всех и вся. И это я, видимо, повторяюсь, изобразил. И это основная позиция. То есть в духовном смысле я поднял на такую высоту, что для этого надо постараться понять, приблизиться к пониманию, потому что это не мое понимание. Это понимание дано свыше, оттуда, откуда Господь задумал таким Адама, а мне дал способность его изобразить таким. А кто попробует изобразить внутреннее настроение человека видимым образом? Вот мне это удалось. Можно было просто нарисовать, как все, изобразить в новом виде. Но ничего за этим не стоит, кроме ноготы. Никакого величия, никакого образа и подобия, никакого призвания, что царственный владыка. В Библии сказано, владычествуйте и наполняйте землю. То есть владычествовать не просто так, а над всем миром, над всем сотворенным миром. И это было отдано в подчинение Адаму.